В ночь с 18 на 19 января, когда во всех православных храмах еще идут праздничные службы, в российских городах и селах начинаются крещенские купания. Для зареченцев эта традиция не такая уж давняя, но уже полюбившаяся. В полночь, когда по преданию вода уже повсюду стала святой, первые смельчаки спешат к проруби. С праздником всех! Погружение в ледяную купель – серьезнейшее испытание не только для тела, но и для духа человека. Почему решились? Нужно было. Да, и для себя пожелать, для ребеночка, для сестры, для всех, для своих, для родных. Сегодня пришла за всех постоять, чтобы всем было хорошо в эту ночь. Главное не пить до и после. Это все должно прочувствоваться по-трезнему. Сначала путь к проруби босиком по снегу и льду. Затем важно преодолеть психологические барьеры и погрузиться в ледяную воду. Но Руси издревле считается, что купание на крещение в святой воде, обладающей чудодейственной силой, способствует исцелению от различных недугов. Люди решаются на этот шаг по разным причинам. Чтобы поправить здоровье, телесное и духовное. Смыть с себя все грехи, несгоды и печали. Начать жить по-новому, либо просто закалить дух. Впечатление, честно говоря, трудно сказать. Не передавание. Ныряете не первый раз? Давно уже ныряю. А самое сложное, как вы думаете, что, когда погружаешься? Ничего. Даже что-то раздевал. Для меня ничего сложного нет. Это удовольствие. Как ощущения у вас? Расскажите, пожалуйста. Замечательно. Нормально. Отличная прям. Отличка. Они очень замечательные. Теплые. Вылезать даже не хочется? Нет. Вот. Думаю, одеваться или еще раз полезть купаться. А ныряете каждый год? Да. Почему? Почему вы вообще делаете это? Зачем? Как бы традиции. Чтобы походить мы не изменяем. Греха смываем свои. Как водичка? Отлично. Ныряете каждый год? Как получится. А как вообще? Почему вы это делаете? Зачем это? На здоровье полезно. Несколько лет пропускали, но я думаю, сейчас каждый год будем продолжать. Да. Вода отличная. Надо вообще всем купаться. Потому что мы люди православные. Всего в зоне отдыха лесная в Крещенскую ночь присутствовало около тысячи человек. Искупаться решились примерно 300 зареченцев. К счастью, обошлось без происшествий и помощь дежуривших на пруду медиков и спасателей никому не понадобилась. Анна Игнатова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный». Анна Игнатова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».